В 39 главе мы попадаем в Египет, мы переносимся в жизнь Иосифа. И теперь в центре повествования до конца книги «Бытие» будет именно Иосиф. Иосиф был рабом, отвергнутым, кинутым, нелюбимым, ненавидимым. Он потерял все, он потерял свою семью, потерял родных, потерял свою родину. Он потерял даже возможность узнать, что происходит в его семье. Он теряет свободу, он чужестранец, он изгнан, он продан в рабство. И мы встречаемся с ним, как служителем, рабом в доме Патифара. «Бытие 39.1. Иосиф же отведен был в Египет, и купил его из рук измаильтян, приведших его туда египтянин Патифар, цередворец фараонов». Его продали уже дважды. Сначала продали братья, а теперь его продали измаильтяне. Он оказался один в Египте. Смотрите. Но второй стих. «И был Господь с Иосифом. Он был успешен в делах». Он не один. Можно взять пробку. Знаете, что такое пробка? Да, чем закрываются бутылки. Так вот, можно взять пробку и подержать пробку под водой, погрузить пробку в воду, и пробка всплывет. Настоящая пробка не утонет. Ее можно держать под водой, но она не утонет. Иосиф подобен такой пробке. Можно попытаться его утопить, но он не утонет. Почему не утонет? Потому что Бог с ним. Братья его могут продать. Измаильтяне могут его купить и перепродать дальше. Его можно привезти в Египет, но он не потонет. Он не исчезнет в Египте, потому что Бог с ним. Бог делает его успешным. Никто не может вас потопить. Никто. Бог может помочь вам выбраться, помочь вам всплыть. Никто не может сделать вас неуспешным. Бог может сделать вас успешным. Все зависит от ваших отношений с Богом. Может быть, другие люди причиняли вам боль и страдания. Может быть, не строятся у вас отношения с другими людьми. Может быть, не находите вы принятия у других людей. Но это не важно. Не этим определяется ваша жизнь. Не этим определяется ваша судьба. Единственное, что важно, так это ваши отношения с Богом. Именно они определяют вашу сущность. Именно они определяют ваш путь. Братья Иосифа пытались написать жизнь Иосифа за него, но дописать они не могли. Они могли причинить ему страдания, боль, испытания, но они не могли определить его жизнь. Только Бог способен определить вашу жизнь. Только Бог знает конец вашей жизни. Потому что вся наша жизнь, весь этот мир, игра, пьеса, а драматург сам Бог. Написали эту пьесу не ваши родители, не ваши враги, да и не вы сами. Пишет все это Бог. Он пишет пьесу. Он пишет вашу историю. Он пишет вашу роль. И дописывает и конец тоже. Так он поступил в жизни Иосифа. Так поступит и с вами. Нет, это не о ком-то другом. Не только о другом человеке, который знал Бога. Нет. Это история о человеке, который знал Бога, которого знаете и вы, и я. Иаков умрет. Мы будем об этом читать в книге Бытие. Иосиф умрет. Тоже будем читать в книге Бытие. Но Бог не умирает. Бог тот же. Бог Иакова. Бог, который был с Иосифом в Египте. Этот Бог жив. Это ваш Бог. И мой Бог. Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа. Иосиф в рабстве. В рабстве в Египте. Но Бог-то ведь его не бросил. Бог остается с ним. Бог вечности. А раз вечности, так и 19 века до Рождества Христова и 21 века уже нашей эры. Он Бог Вечности. Он Бог Вселенной. Значит, Он не только Бог Ханаана, но также и Бог Египта. И Бог России. Тот же самый Бог, который не умирает. Который не ограничен одним географическим регионом. Тот же Бог. Мы читаем, что Бог, Господь был с Иосифом. И имел Он во всем успех. И был Господь с Иосифом, и Он был успешен в делах. Люди заметили, что Бог с Иосифом. Третий стих. И увидел Господин его, что Господь с ним. И что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. И снискал Иосиф благоволение в очах его. Четвертый стих. И служил ему. То есть, он стал личным помощником Патифара. И он поставил его над домом своим. И все, что имел, отдал на руки его. У него был ключ. Ключ ко всему, что принадлежало Патифару. Настолько Патифар доверял Иосифу. Даже распоряжение банковским счетом, распоряжение деньгами, распоряжение домом, он ему доверял целиком и полностью. Патифар с того времени был благословен, потому что доверял Иосифу. Все шло у него хорошо. И в доме, и в поле, в стадах. Было у него процветание, потому что поставил над всем Иосифа. А Бог был с Иосифом. Не так часто об этом говорится в Библии, но иногда все-таки говорится, например, в жизни Давида, в жизни Рахили, в жизни Абсалома, в жизни Эсфирь, в жизни Иосифа. Шестой стих. Иосиф же был красив станом и красив лицом. Братья его ненавидели, он был рабом, изгнанником, чужестранцем. Но было у него два преимущества. Во-первых, Бог был с ним, а во-вторых, он был красив. Красив, красив-то красив. Но из-за этого и неприятности начались, потому что обратила на него внимание жена Патифара. Жена Патифара оказалась безнравственной обольстительницей, пыталась втянуть его в прелюбодеяние, а он отказался. Она ему сказала, «Спи со мною». Восьмой стих. Но он отказался и сказал жене господина своего, «Вот, господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки. Нет больше меня в доме, Сем. и он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же сделаю я сие великое зло и...» Что он дальше говорит? «Согрешу против Патифара?» Нет. «Согрешу пред Богом», говорит он. Десятый стих, смотрите. «Когда она так, она ежедневно говорила Иосифу, он не слушался ее, чтобы спать с нею и быть с нею». В третьей главе мы с вами говорили о том, что Ева послушалась. Сначала послушала, потом послушалась змея. Мы с вами вчера говорили о том, что страх определяется тем, что мы слушаем, чего мы слушаемся. То же самое и с верой. Римлянам, десятая глава, вера отслышания, отслышание от Слова Божия. Он отказался слушать ее. Он не стал слушать ее. Два или три момента здесь. Обратите, пожалуйста, внимание. Мы с вами изучаем историю, о чем говорится. Мы с вами изучаем также богословие, что говорится здесь о Боге. Мы изучаем также духовную реальность, как реагировать на это. Мы изучаем также практическое применение, что делать в связи с этим, в связи с вот этими делами Божьими, что делать в связи с тем, о чем мы узнаем в наших отношениях с Богом. Здесь есть духовные уроки, которые нам нельзя пропускать. Первый духовный урок заключается в следующем. Что делать, если Бог вас разочаровывает? Зачаровывает. Что делать, если ожидаете хорошего, потому что поклоняетесь Богу, потому что любите Бога, знаете Бога, а хорошего не приходит? Наоборот, приходит плохое. Что тогда делать? Не доверять Богу? Не служить Богу? Сказать, ой, я надеялся, что христианская жизнь будет легкой и приятной, а ничего легкого, ничего приятного здесь нет. Наоборот, боль, наоборот, страдания, наоборот, испытания. Следовательно, не хочу я больше быть христианином. Я не хочу больше идти за Богом. Я отрекусь от Бога Библии, потому что я не думал, что будет так тяжело. Тяжело, и я больше этого не хочу. Ну что же, Иосиф получил уверение от Бога, не так ли? У Иосифа были сны, и во сне он был над братьями своими и смотрел на них сверху вниз. Это свершилось пока? Нет. Братья бросили его в ров. В 37 главе он во рве и он смотрит на братьев снизу вверх. Так что не только не сбылся сон, но все получилось совершенно наоборот. Он даже дал посмотреть на братьев сверху вниз, а посмотрел снизу вверх. И еще ему обещано было стать правителем. Так стал он пока на данный момент? Нет. Он стал рабом. Значит, в этот момент истории кажется, что Бог не сдержал слова, не выполнил обещания, данные Иосифом. И появляется женщина. Кстати, не знаю, красавицей она была или нет. Но, наверное, все-таки, думаю, красавицей, потому что муж ее был важным официальным деятелем. Это люди богатые. Это люди имеют власть, силу. эти люди могут выбрать такую жену, какую хотят. Так что, наверное, она была симпатична, красива. Вот красивая женщина, властная женщина. Рядом с ней маленький мальчик, 17-18 лет ему всего. И все гормоны у него играют. И говорят, давай, 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 давай. Но он знает, что Бог говорит, нет, нет, нет. Нет, нет. Кого же он слушается? Что произошло, когда он послушался Бога? В первый раз, когда он это сделал, братья его возненавидели. Братья его отвергли. Он стал рабом. Значит, какой смысл Бога слушаться? Он думал, что Бог всевластен, Бог всесилен. Но где же тогда была сила Бога, когда его в рабство продавали, когда его в ров бросали, когда его в Египет отправляли? Где же сила Божия? А вот эта женщина, у нее власть, у нее сила, и она хочет близости. Она может облегчить ему жизнь, или она может испортить ему жизнь. Кого же теперь слушать? Слушать ли женщину, наделенную властью, или Бога, который, как кажется, не сдержал свое слово. Но это еще не все. Давайте сравним с Иудой. У Иуды была женщина, у него была жена, у него было трое сыновей. Жена умерла, в течение нескольких дней у Иуды нет женщины, и когда он видит женщину при дороге, сразу же, все, она его поразила, сбила. Он думает, во, блудница, все, давай договоримся с ней. С первого же раза. А теперь юноша, который никогда не имел интимной близости, не было у него жены, не было у него женщины. Ему лет 17 или 18 всего. Он хочет близости, он хочет женщины. А рядом красивая, наделенная властью женщина. Она в доме, она может его защитить, она хочет его. Иуда поражен, сражен с первого раза, с первого раза. А здесь день за днем, день за днем. Он встречает ее. мы читаем о том, что она не переставала. Десятый стих. Когда так, она ежедневно, ежедневно. Иуда сражен с первого раза. А здесь ежедневно, ежедневно. Иосиф говорит, нет, я не согрешу против Бога. Может быть, Бог и не выполнил свое обещание пока, но я все равно не согрешу. Вот вопрос, друзья мои христиане. Сколько мы ждем? Сколько мы даем Богу времени? Сколько мы готовы ждать? Сколько мы времени уделяем Богу, чтобы Он исполнил свое обещание? Сколько мы ждем, прежде чем скажем, все, не буду больше служить Богу, буду служить самому себе. Не буду больше служить этого Бога, послушаюсь эту женщину. Видите Иосифа. Видите этого особого человека. Видите этого уникального человека. Видите этого великого человека. Бог позволил Иосифу оказаться в Египте, но Бог не позволил Египту проникнуть в сердце Иосифа. Бог позволил Иосифу оказаться среди египтян, но Бог не позволил Иосифу стать одним из египтян. Бог был с Иосифом, и этого достаточно. Иосиф потерял семью, но не Бога. Бога было достаточно. Бога было довольна. Он потерял родину, но не Бога. Бога было довольна. Иосиф потерял свободу, но не Бога. Бога было довольна. Иосиф доказал своей жизнью, что Бога довольна, Бога достаточно, а вам Бога достаточно. Мы любим Бога за то, кто Он, или за то, что Он нам дает. Мы любим Бога за то, что Он дает интимную близость, семью, работу, свободу. За это Он нам дает. Мы его любим. Или мы любим Бога, если мы потеряем нашу свободу, потеряем нашу родину, потеряем семью. Достаточно ли нам Бога? Любим ли мы Бога? Вот в чем величие Иосифа. Иосиф был наказан за то, что поступал правильно и праведно. Он страдает еще больше. Вот что поразительно. Наконец, она решает все, слов тут недостаточно, нужно применить силу. В 34 мы видели, как изнасиловали Дину, сестру Иосифа. В 39 мы видим, как женщина пытается изнасиловать Иосифа. Трудно это сделать. Трудно изнасиловать мужчину. Но она пытается, она хватает ее за одежду и говорит, ложись со мной здесь. Но он убегает. Убегая, он оставляет одежду. одежду. Кстати говоря, одежда в данном случае, я думаю, это вся одежда, потому что трусов и майки тогда не было. Он убежал из дома ногой, голой. Просто одежда осталась у нее. Она поднимает шум, она зовет других служителей, других слуг, и говорит, вот, Иосиф пытался меня изнасиловать, вот его одежда, вот это доказательство. Я схватил его одежду, он убежал из дома, и я это могу доказать. Спросите его, где его одежда. И вот возвращается домой муж, и в 19 стихе мы читаем, воспылал гнев его. Я не могу доказать то, что сейчас скажу, я знаю, конечно, что он рассердился. Я думаю, что, наверное, на Иосифа рассердился. Но все же я верю, что чем больше он об этом думал, тем меньше он верил рассказу жены. Он же не глупый в конце концов. Он же возошел на вершину власти в Египте. Он же стал личным помощником фараона, личным телохранителем фараона. И он дошел до этих вершин, потому что понимал людей, он знал людей. Он знал Иосифа, он знал, что это за человек. И конечно же он знал и свою жену. И чем больше он думал о том, каков Иосиф и какая у него жена, тем больше он задумывался, правду ли сказала жена. Еще раз, это только догадки. И все же одно подтверждение здесь есть. причем очень сильное. Подтверждение того, что Потифар не поверил своей жене. Это тот факт, что он не убил Иосифа. Он посадил его в тюрьму. Я думаю, другого выбора у него не было, чтобы жену как-то успокоить нужно было посадить его в тюрьму, чтобы жену не унизить, чтобы себя самого не унизить, потому что если он поверил Иосифу, но не жене, то это для него самого унизительно было бы. Тогда бы все узнали, что жена его пыталась соблазнить другого мужчину. Действительно было бы настоящее унижение. Так что у Потифара были основания притворяться, что он поверил Иосифу. Хотя даже... Нет. Были основания притворяться, что он поверил своей жене. даже при том, что Иосиф, конечно, говорил правду, и, возможно, Потифар это знал. И, возможно, что, отправив Иосифа в тюрьму, посадив его в тюрьму, Потифар сказал начальнику темницы, начальнику тюрьмы, позаботься об этом мальчике, присмотри за ним. Очень хороший парень. Редко бывают такие. присмотри за ним. Я не могу в этом быть уверенным, но я знаю, что и начальник именицы понял, что происходит. 21 стих. «И Господь был с Иосифом и простер к нему милость». Задумайтесь об этом. Допустим, нет у нас возможности, нет у нас возможности праведным способом получить интимную близость. Ну вот нету и все. Лишены мы этого. Но при этом мы благочестивые люди, мы любим Бога, и когда такая возможность представляется нам неправедным путем, мы говорим, «Нет, я не буду, я не хочу, неправедно я не хочу». Надеюсь, что у нас хватит на это силы. Надеюсь, что у нас хватит на это веры. Но еще один вопрос. А что если, отказавшись от неправедности, мы приобретем репутацию неправедного человека? Что если я откажусь от возможности безнравственной интимной близости, но после этого прослыву насильником? Что если меня будут считать насильником и посадят в тюрьму за изнасилование? Я решил жить в чистоте, в праведности, в нравственности, в соблюдении Божьего закона, но я не только потерял возможность желанной интимной близости, но лишился также свободы. Теперь я в тюрьме. Сначала я был только рабом, но хотя бы на свободе, а теперь я раб, да еще и в тюрьме. Но и это еще не все. Теперь меня считают преступником. Теперь меня считают насильником. Задумайтесь об этом. Задумайтесь о том, на что готов был Иосиф. Какое страдание он готов был перенести ради того, чтобы поступить праведно. Не знаю, был ли христианином Оскар Уайлдс, в его жизни были безнравственные поступки, ужасные поступки, и вы даже посадили за это в тюрьму. Он умер в 1900 году, но Оскар Уайлд был человеком весьма остроумным, и высказал много остроумных мыслей, одна из них вот какая. Никакое доброе деяние не остается безнаказанным. Никакое доброе деяние не остается безнаказанным. Иными словами, если поступишь правильно, тебя могут наказать, тебя накажут. Иосиф поступил правильно, Иосиф поступил правильно, и его наказали. По-настоящему наказали. Мы подошли к концу 39-й главы. Иосиф в тюрьме за праведность, за праведный поступок. в 21-м стихе мы читаем, «И Господь был с Иосифом и простер к нему милость и даровал ему благоволение в очах начальника темницы и отдал начальник темницы в руки Иосифу всех узников, находившихся в темнице. И во всем, что они там не делали, он был распорядителем. До этого он был распорядителем в доме Патифара. Теперь стал распорядителем в темнице. Мы читаем о том, что Бог дал Иосифу благоволение в глазах начальника темницы, как в свое время в глазах Патифара. Бог дал Иосифу благоволение в очах отца. Но тогда вопрос, как же так он не дал благоволение в очах братьев. Потом дал благоволение в очах в глазах Патифара. В глазах жены Патифара тоже вроде бы дал благоволение, но какое-то не то. И она пыталась причинить ему неприятности, и у нее это получилось. Теперь он получает благоволение в глазах начальника темницы. Вопрос вот в чем. Почему Бог не дает нам благоволение в глазах всех людей? Ответ. Потому что мы еще не в раю. Потому что пока мы еще на земле с обычными людьми. Кому-то Господь даст долголетие, кого-то призовет в небеса раньше. Кому-то Он даст одно благоволение, кому-то другое. но смысл в том, что Бог в любом случае с нами. И Бог покажет нам, какую именно милость Он нам дает. Позвольте Богу выбирать для нас благоволение и благословение самому. Не выбирайте себе благословение по собственному пониманию. Потому что наше благословение окажется кратковременным. Божьи же благословения навсегда. Важно довериться Богу в том, какое именно благословение Он для нас приготовил. Иногда Он дает нам одно благословение, а мы хотим другое. 39 глава заключается, закрывается, заканчивается вот такими поразительными словами. Бог был с Ним. Господь был с Иосифом и во всем, что Он делал, Господь давал успех. В 20 мы с вами узнали о том, что Иосифа поместили не просто в тюрьму, но в особую тюрьму для заключенных, для узников царя, для узников фараона. тюрьму 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 Субтитры подогнал «Симон»